Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные актуальные видеоролики из социальных сетей. Легковушка столкнулась с грузовиком в Казани. По информации ГИБДД, 48-летняя женщина за рулем КИА нарушила правила дорожного движения, выехала на красный свет и влетела в грузовик. В результате столкновение автоледи отделалась легким испугом и отказалась от медпомощи. В отношении водителей КИА составили административный протокол по статье о проезде на запрещающий сигнал светофора. Благодаря соцсетям установили водителя автобуса, который проехал на красный. Это видео привлекло внимание автоинспекторов, которая была опубликована в одной из соцсетей. Личность водителя установили, и в его отношении были составлены административные материалы. В случае повторного нарушения в течение года водитель может быть лишен водительских прав на полгода. И снова проезд на красный. На этот раз 58-летняя женщина за рулем Сан-Йонг нарушила ПДД. Проехала на запрещающий сигнал светофора и сбила 47-летнюю женщину, которая в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Пострадавшая была немедленно доставлена в больницу с предварительным диагнозом сотрясения головного мозга и ушибами в области спины. Состояние ее здоровья оценивается как стабильное, но требующее медицинского наблюдения. В Казани поймали мужчину, который домогался девушке в подъезде. Ситуация произошла в одном из жилых домов. Мужчина зашел в подъезд вслед за девушкой и, по ее словам, стал приставать к ней. Девушке удалось вырваться и добежать до своей квартиры, откуда она написала в чат дома. Жильцы вывели мужчину и вызвали полицию. В Британии мышонок два месяца убирался в сарай у пенсионера. Мужчина заметил, что вещи на столе каждый раз были прибраны. Тогда он установил камеру, чтобы узнать, кто это делает. Мышонок собирал мелкие предметы и складывал их в ящик, за что мужчина стал подкармливать грызуна. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на телеканале «Татарстан-24». «Татарстан-24».